Итак, Берёзка-2. Ленинградский. В общем, почтальон. Ленинградский инструмент, значит, по клапанам работал 99%. Может что-то там всплывёт. Думаю, что осталось закрепить клеем с этой и стороны. По капельке клеем полиуретан. Клавиша выровнена. Можно вставить, в принципе, не, но сначала склеим, а потом уже регистровываю механизм. Нигде не шипит, всё нормально. Клавиши потом в процессе работы. Ну, не клавиша, а клапаны, точнее даже сказать, подсядут. Но сейчас поролон лайка, вот они должны прижаться к деке. То есть компрессия будет ещё лучше. Сейчас где-то на пятёрку будет, на 5+. Ну, по крайней мере, правая сторона. Ну и вообще, я, в общем-то, пробовал. Вполне хорошо. Вот. Ну, представят ещё работы по леву, по механике. Вот. Так что я думаю, что надо будет ещё ремешки заменить. То есть это... Останется на всякий случай. То есть я сниму, конечно, два новых сделаю. И левый ремень перестрочить. Вот. Ну, так вроде. А, ну, вскрыть внутри, там лаки подклеить, не знаю, там около 20 штук, может поменьше даже. А вот верхний, который там сильно отвисли. Ну, вот. Такие работающие. Вот. А, вот. Здесь полосочка молли поедена вся. В конце там и так далее. Ну, сейчас переверну. Опа. Вот. Вот. Видно, да? Здесь та же. То есть я её сниму просто и поставлю зелёный суп. Ну, так же клею полосу. Ну, пока всё. Да. Так, берёзка была. Как я уже показывал, клапаны отрегулированы. Клей будет. Капелька здесь. Капелька здесь. Полиуреталиновый. Тосновский момент. Мягкий. То есть закрепить. Чтоб не сдвинулось не сюда. Там через полгода. Через год. Не туда. Вот. И далее что? Верну клавиатуру. Вот. Как там она? Вот. Ну, так что. Покажет, не покажет? Нет, да? Берёзка 2. Вставлена сюда полоска. Значит, по поводу резонаторов и залогов. Вот эти. Допустим, назовём его первый резонатор. Вот такой залог. Вот эти вот. Вот эти вот. Два. Вот. Вот. Здесь нормальный. Тоже нормальный. Так. Следующий. Ну, первый видно. Вот этот. Вот второй. Третий. Четвёртый. Пятый. Синий. Шестой. Синий. Восьмой. Здесь вот девятый. Десятый. Так. Ну-ка. Там подправить. Ну, десять, одиннадцать. Девять. Десять. Одиннадцать. Тринадцать. Девятый. Четырнадцать. Четырнадцать. Пятыйнадцать. Шестой. Ну, в общем, короче говоря, штук тридцать. Вот. Сейчас переклею, резонаторы поставлю назад. Вот. Естественно, у нас есть внутренние ещё. Ну, это уж дойдёт хоть, но, я думаю, очень скоро, потому что мастика более-менее в хорошем состоянии. Даже, я бы сказал, в хорошем состоянии. Нет, залит. Я подумал, что трещинка. Нет, нет, внизу. Всё нормально. По поводу этой планки, ну, видимо, по боковому шву всё нормально. Просто, видимо, не одним швом здесь заливался. Здесь капелька на углу. В мастики. Ну, ладненько. Ещё раз говорю, да, Воники, всё чисто. Да. Да, я хочу сказать, что не ленинградская фабрика. Очень похоже просто на аккордеон «Восход». Практически всё однотипная. Вот. Регистровка. Вот. Как один в один. И поэтому это Ивановская область, так сказать. Ну, вернее, близко от Иванова. Теза. Вот. Посмотрел точно. Ладненько. Делаем. Потом ставим резонаторы. Ну, и, наверное, потом уже левое будет. Всё. Итак. Переклеены залоги. Голосовые. Верхние. Те, которые были необходимы. Вот такие точки поставил. Те, которые, так сказать, переклеивались. Ну, они снимаются и заворачиваются. То есть, вот, в полукруглой форме. То есть, получается так, что их воздухом постоянно во время игры вот отодвигает. Что ж такое. Вот так что меняет. Вот так. Мы их заворачиваем в другую сторону. Вот. Кстати, не переклеивался. Вот точки. Тоже не переклеивался. Он отходит. Но очень минимально. Его сразу притянет воздухом. Короче говоря, 23, 23. Так уж получилось. И 15. В том смысле, что совпало. 46, 56, 60, 61 залог в правой. Сейчас поставлю резонаторы. И посмотрю, что у нас по левой. Тоже с залогами. Ну, всё. Это потом можно будет аккуратно стереть. Но не мне, а хотя видео-то я уже сделал. Да. В принципе, можно удалить. Вот. Ладненько. Всё. Продолжение. Бирюзка 2. Басовый резонатор. Значит, отмечен. Раз, два, три, четыре. Четыре. Четыре точно? Я просто не вижу это. Нет, это нет. Это нет. Раз, два, три. Вот. Четыре. Пять. Дело в том, что, короче говоря, я его полностью заменил залог. Потому что вот такие залоги, которые всё уже... Вот. Только если до конца пластик устанавливать, так, конечно, будет держать. А так, вот до сих пор, если будет пластик, то, короче, он не исправит. Ну, пытался, пытался, бросил. Поставил другой. И с этой стороны один. То есть раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Здесь есть, ничего нет? Нет, пятнадцать, значит. Пятнадцать. Вот. Там шестьдесят один, пятнадцать, семьдесят шесть. Ну, в общем, да. Вот. Это по всему инструменту. Далее, что хотел сказать. Значит, мне надо будет сейчас вставить мех. Почему? Потому что с механикой работать неудобно, резонаторы будут мешать. Вот. Поставить сюда мех. Вот. И тогда перевернём и будем смотреть, что там у нас по механике левого полукорпуса. Вот. Пока всё, да. Левая механика левого полукорпуса, левой руки и так далее. Короче говоря, вот у нас вся механика. Значит, нам надо исправить вот эти все дела, чтобы было более-менее красиво, ровно. Вот. Ну и работало, естественно. Значит, поведённая планка. Я хочу сказать, что на правых резонаторах есть голоса с ржавчиной. То есть хранился инструмент где-то в сырых условиях. Вот. Что повлияло как на дерево, так и на металл. Так что придётся заменить планочку. Вот. Ну, так и так разбирать всё это. Снимаются все ряды. Ну, не в северний, а пятый, четвёртый, третий. Это для того, чтобы добраться до первого и второго. И вот это всё исправить. Потому что они как бы сверху здесь, они мешают. Вот. Вот таким образом. Всё будет управляться, потому что кривовато и так далее. Ну, вот так. Всё.